Здравствуйте! Снова с вами я, Лена из студии Хендворк Декор. Вторая часть о том, как я заделывала дыру в стенах после того, как мне поменяли трубы в доме. В первой части мы сделали картину, закрывающую окошко съемную, а внизу они проделали дыру и там поставили щечки, то есть закрыть на саморезы нельзя, поэтому я решилась сделать дверцу. У меня много вариантов было. Готовую дверцу, такую накладную не нашла и такую вот вычурную сюда ставить нельзя, внизу некрасивая. И я пошла, купила самый маленький, какой нашла мебельный щит. Мне нужно было поменьше, но у меня станка нет, если у вас станка нет, вручную не пилить и ровный край не получится, длинный вот такой отпилить, даже лобзиком не получится. Покрасила его пусть грунтом так же, чтобы со стеной он гармонировал. А теперь надо сделать рамку. С чего делать не знаю и как делать не знаю. И рамку, и хочется, чтобы и ровно, и чтобы красиво, и чтобы приделать можно было, и чтобы не мучиться. Ну и мерить не надо. Вот посмотрите, что у меня получилось. И теперь мы приступаем к нижней, к нижнему окошечку. Там у меня установлены счетчики, поэтому мне нужно, чтобы она постоянно открывалась. Я даже не стала ничего умерять. Я взяла вот эти, купила рейки по одному метру в обе. Вот такая самая узкая нашлась. Такие накладки. Пускай в деревянском стиле будет. У меня еще щеколда есть. Вот сейчас надо выпилить и рамочку сделать, которую к стене прибить. Так, сейчас. Проблема только в том, что отпилить вручную плохо. Наждачкой попробуем. Так, это у нас левая. Вниз, вверх. Сначала боковинки. Эти отпилил. Прямо так по месту меряю, да и все. Ну очень. Я ножовкой по металлу пилю, чтобы спил был ровный. С всех сторон подпираю, чтобы прям ровно было. Вот так вот видите. Так, напилила. И сейчас буду приклеивать, склеивать. И вот отсюда буду присверливать. То есть сделаю жесткую рамку и буду присверливать. Так, вот так. Ага. Да. Вот так. Так, чтобы красивше было. Вот это я на угол посадила. Теперь я точно так же, как на той, я сделаю так вот. Тоненько просверлю сначала. Потом здесь пошире. Я сейчас буду вот так просверливать. Мне ничего не мешает. У меня крепко держит. Я вот так вот закреплю. И вот так на саморез посажу. И даже не буду дожидаться, когда клей высохнет. И так весь короб соберу. Вот я просверлила тонюсеньким сверлом. И сейчас смотрю, как мне ограничитель поставить на сверло. Шестерку под шляпку. То есть я углублю. Сначала я беру тонкое сверло. Ну вот тот саморез, которым буду приделывать. Затем, померив по шляпке, подбираю сверло. И устанавливаю ограничитель, чтобы просверлить, только чтобы утопить шляпку. Вот смотрите, я вот это острие вот в это просверленное узкое отверстие я вставляю, и оно у меня центрица. И вот у меня получилось вот такое углубление под шляпку. Такое углубление, там тоненькое еще отверстие. Сейчас закручу. Все. Сначала я вручную, по направляющей тоненькой, а потом уже там этим шуруповертом. И я могу вот это разбирать и к следующему углу приступать. Вот так я просверлила вот эти вот отверстия. Но я еще просверлила по периметру. Многовато, конечно, я сделала. Поэтому я же не стала показывать. А вы там сами смотрите, сколько вам отверстий надо. По периметру этой рамки, чтобы присверлить ее к стене. То есть я в мастерской сделал эту рамку, который приделывать дверцу. То есть у меня получилась и рамка накладная, и дверца накладная. И пришла, и просверлила. Я присверлила к стене и покрыла пуст грунтом. До того, как еще дверцу приделывать, ну, я вымерила, ровно вымерила, присверлила через эти отверстия. Вот и покрыла сразу лазурью. Вот. Перед тем, как уже приделывать все, я лазурь открываю. Ну, только с лица. И вот торцы. А изнутри лаком. Жалко. У меня уже промышленная развеска закончилась. Сейчас наживим, и потом будем пришку выручивать. Я даже не жду, когда досохнет. Хочу время-то вести. Я не туда приделала. А, я не так вставила. Так, подожди. Чуть не на ту сторону поставил. Так. Сейчас так. вот приделала. Ой, сейчас вот эти накладные. Вообще не знаю, как их делать. В общем, как я поняла, главное, чтобы вот это вот, ну, я туда-сюда пооткрывала, была вот по центру вот этого сгиба. Вот это вот стыка. Можно было поменьше, но нету. Нету. Вот, есть. Вот. Вот это ровно. Ровно. Все ровно. Прикручивать тоже надо осторожно. Можно саморезом сдвинуть. Мама утром встанет, скажет. Ой, какая красота. Наконец-то. Ленка дыру доделала. Полгода не прошло. Сил нет закручивать. Вот так. О. Да. Все, сейчас внизу приделаю. Теперь меряю 10 сантиметров. Все. Тоже 10 сантиметров. Надо отметить. Ну что, принимайте работу, как говорится. Сейчас как не откроется. О. Снимайте показ... Что-то вылетело. Снимайте показания. Согревайте. Какой-то... А, это, наверное, лишний. Я потеряла один. Ну вот. Осталось мне этот... Какого? Ну, еще вот беленьким. Сделать внизу. Вон, видите. Вот, вверху тоже. А не сейчас. Отдохнуть надо. Вот так вот. В общем, ничего страшного. Сейчас, когда краска доделаю, сниму уже и виды, картинки. Ну и картинки, и это всего. Как красивую фотографию надо. Ну вот и все. И дверца готова. И наша картинка готовая. Таким образом, я решила проблему со своими отверстиями в стене. Я довольна. Мне не нравится. Вот. А если, например, и я в первой части вам говорила, что у меня была другая идея, потому что они хотели длинную сделать. Вот. А для длинной я хотела купить дверцу. И на дверце нарисовать что-нибудь красивое. Вот. Ну, я бы там, например, либо подсолнухи нарисовала, либо там, ну, что-то такое вот длинное, чтобы во всю стену. Но как орнамент был бы. Вот стена у меня, да, и здесь бы у меня рисунок, а здесь бы был орнамент. Могла бы вообще в клетку просто сделать. И все. И была бы дверца открывающаяся, но как бы вот у меня эта вся стена была бы картина. Ну, вот они мне все поломали. Ну, я и так сделала, и все, я довольна. И не надо никаких больших расходов. И все по-быстрому сделала. Но я еще не остановилась. У меня эта стена была придумана для росписи. И я, наверное, там не спешу. Распешу, покажу. Пожалуйста, мои дорогие, никакие такие страшные проблемы, которые кажутся незрешимыми, не являются препятствием для того, чтобы вы применили свои творческие способности и свои умелые ручки для того, чтобы вот и решить проблему, и украсить свой интерьер. Если вам видео было полезным, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь моим видео в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Пусть вас никогда не затоплюют. Ну, и не хулиганят у вас рабочие в вашей квартире. Всего вам доброго. Ваша Лена. Субтитры создавал DimaTorzok